Больница Когда я заболею И мама принесет мне Что? Средство для пероральной Регидратации То температура раствора Будет равна Температуре тела Когда я представляю Вьетнам Я представляю себе улицу Где сплошные велосипеды, скутеры Вы абсолютно правы Во Вьетнаме вся жизнь Проходит на мотобайках То есть ребенка забирают С роддома на мотобайке С ним ездят по городу Мы устанавливаем на мотобайк Вот такое вот Специальное детское кресло Затем мы пристегиваем Вот таким вот специальным поясом Просто здорово Каждый родитель нашей страны Рано или поздно оказывается перед выбором Перед этим выбором его, как правило Ставит врач скорой помощи Он говорит Мамочка, быстренько собирайтесь Поехали в больницу Каждый из вас говорит Доктор, а дома нельзя? А доктор говорит Нет, дома нельзя И вот каждому из нас хочется узнать А может все-таки можно? И вот я вам должен сказать Что когда общаешься с мамами Живущими в Европе, в Америке Ты однозначно видишь Что количество показаний Госпитализации В сотни раз меньше, чем у нас То есть в принципе люди считают Все, что можно лечить дома Должно лечиться дома Я услышал от врача-педиатра В Финляндии такую фразу У нас реанимационная педиатрия Мы не трогаем, пока он бегает И такой подход есть сейчас во многих странах То есть считается так Что когда ребенку назначается Огромное количество лекарств То в 90% случаев Каждое такое лекарство Оно не ребенку назначается Это фактически галочка На совести мамы, папы и доктора Которые страшно боятся взять на себя ответственность Хотя большинство детских болезней По большому счету Проходят сами по себе Но есть еще один момент Который очень актуален именно у нас Когда вы все-таки попадаете в больницу Каждый раз обязательно там кто-нибудь спросит И как это вы довели ребенка до такого состояния И что это вы к нам вовремя не обратились И вот у нас все убеждены в том Что при первых признаках болезни Что надо сделать? Обратиться к врачу А врач получает другую инструкцию При первых признаках болезни Отправ в больницу Потому что в больнице же свои проблемы Там есть такая штука До сих пор от нее не освободились Называется план койка дней То есть если есть койка На ней обязательно кто-то должен жить Поэтому мы с вами четко должны определить Между показанием госпитализации социальными Ну когда вот построена такая модель здравоохранения В которых проще лечить в больнице И показанием госпитализации реальными У нас сплошь и рядом Возникает следующая ситуация Самым распространенным показанием госпитализации Является знаете что? Необходимо сделать уколы У вас воспаление легких А в нашей стране почему-то воспаление легких Должно лечиться исключительно уколами в попу Хотя нигде в мире по большому счету Не понимают что такое уколы в попу ребенку И все специально делают лекарственные формы В сиропах, в каплях, в сладких микстурах Чтобы ребенку никакие уколы не делать То есть казалось бы у нас есть два варианта действий Купить ребенку сладкий сироп антибиотика Или отправить ребенка в больницу Где аж целая обученная медсестра А медсестра у нас кто? Это тот, кто умеет делать уколы Понимаете? Это не тот, кто умеет поить Гулять, учить маму У нас это тот, кто умеет делать уколы Как научилась делать уколы, так и медсестра И вот все мы в больницах, в больницах, в больницах Наверняка у вас есть опыт Наверняка у вас есть вопросы по этому поводу Давайте обсудим Я вас слушаю Вопросы Здравствуйте Скажите пожалуйста Миф ли это То, что лекарство в уколе Намного эффективнее, нежели микстура А что есть эффективнее? Вот давайте подумаем Эффективнее Ну вот смотрите, когда вы антибиотик, например, проглотили То его максимальная концентрация в крови Начнется через 2 часа И будет длиться 4 часа А когда вы ввели антибиотик внутривенно Максимальная концентрация через 30 секунд Но действие будет 15 минут Как решить, эффективнее или нет? Если ситуация смертельно опасная Если опасная для жизни болезнь Когда дорога каждая минута Менингит, например, чума В такой ситуации куда надо вводить антибиотик? Внутривенно А если ситуация, никто никуда не торопится Если мы год болели и вдруг решили лечиться уколами Тогда что? Я хочу, чтобы вы поняли главное заблуждение Вот это сам разговор о том Что если надо делать укол То это повод лечиться в больнице Вот это неправильная модель Так не лечат Понимаете? То есть понимаете, какая ситуация? Во всем как бы мире стремятся к тому Что больница Это место сосредоточения Выдающихся специалистов И современных технологий Где пациент должен быть занят 24 часа в сутки Очень серьезными лечебными процедурами Обследованием и так далее И место вот это 5 квадратных метров в больнице Стоит таких огромных денег Что если вам надо один укол в день Так вас легче привезти, уколоть и отвезти Это гораздо дешевле Поэтому уколы не являются показанием госпитализации Это понятно? Молодцы! Вопросы? Да Скажите, пожалуйста Когда же все-таки ехать в больницу? В больницу ехать тогда Когда необходимые лечебно-диагностические процедуры Не могут быть произведены Где? В домашних условиях Это главное показание Ну надо операцию делать Аппендицит Ну куда мы денемся? Или ситуация такая Что в любой момент Может возникнуть резкое ухудшение состояния Мы можем потерять сознание Мы можем задохнуться Ну например там Круп Или коклюш у ребенка Которому месяц У которого каждый приступ кашля Может дать остановку дыхания Менингит Где в любой момент может быть потеря сознания Кома, судороги Вот это и есть показания Еще бывает наше специфическое показание Это некоторые инфекционные болезни Когда больного просто надо изолировать Но если у вас коклюш в общежитии Так вас надо оттуда увозить Но если у вас загородный дом И там коклюш Да кашляйте себе на свежем воздухе На здоровье Это понятно? Молодцы Я хочу еще раз обратить внимание Что вот как раз Никто не отрицает необходимость того Что надо прийти в больницу Но больница совсем не обязательно Должна быть местом Где надо жить Ночевать Ну вот не можем мы поставить диагноз Почему надо в больнице ночевать? Объясните мне пожалуйста Прийти, получить обследование И уйти домой Но это все равно не повод там ночевать Главное, чтобы мы все одинаково это понимали и хотели Если вы пошли в больницу Эти пациенты ходят по улицам Общаются Сидят на лавочке И утром медсестра кричит Все сюда! И выстраивается очередь 20 человек за таблетками Понимаете? Что чем? Для чего? Почему они здесь? Неужели мы не понимаем Что когда 5 человек в одной душной комнате 5 мам, 5 детей И они все кашляют Стоят в очереди за уколами То это точно не улучшает их самочувствие Правда? Мамечательно Просто есть еще один нюанс На который я хотел бы обратить ваше внимание Что там в этой больнице Оказывается Есть доктор Доктор Который каждого может послушать сегодня Вы понимаете? Так вот Очень мало таких болезней Когда вас надо слушать каждый день Вы можете быть дома И раз в 5 дней приехать На послушать Правда? Молодцы Да, еще вопросы А скажите, пожалуйста А вообще В сегодняшнее время Такое возможно? Что мы можем отказаться? Извините Но Вас под белые рученьки Засунуть в больницу нельзя У нас не карательная медицина В стране На самом деле Вы же понимаете Да? Вопрос в другом Почему вы едете в больницу? Потому что на вас доктор Хочет переложить свою ответственность Да? Почему доктор Который к вам приехал Получает зарплату Которая с точки зрения Ну любой цивилизованной Абсолютно смешной Ну она совершенно непонятная Человек Который должен принять Такое ответственное решение Надо в больницу Не надо Надо оперировать Не надо Он говорит У вас в живот болит? Да У вас болит живот Вы скорее всего Пять дней уже не какомши Вам скорее всего Надо делать клизму У вас с вероятностью 99% запор А вдруг у вас аппендицит? А я что За свои деньги буду это решать? Езжайте в больницу Там разберутся А вы что говорите? Конечно доктор Вы же тоже не хотите Брать на себя ответственность Поэтому дети Намного чаще Попадают в больницу Чем взрослые Потому что рядом с ними Находится тот Кто должен Принять ответственное решение А это ответственное решение Никто принимать не хочет И я в жизни Столкнулся с таким количеством Внутрибольничных инфекций Трагедий Которые возникли в больницах И когда потом выяснили Отчего он сюда попал А у него раз в месяц Болел животик Вы понимаете? И никто не захотел Разбираться дома Все пришли Разбираться в больницу Я просто хочу Чтобы мы все понимали Что показания госпитализации Это не только медицина Это еще и социальный договор Мы знаем Чего мы хотим И мы хотим Свои требования Озвучить людям В белых халатах Мы хотим быть в больницах Тогда Когда без больницы Нельзя никак Евгений Олегович Очень часто Когда у ребенка Высокая температура И ее очень сложно сбить Родители вызывают Неотложку И предлагают Лечь в больницу Скажите пожалуйста Какие случаи Являются такими Что нельзя отказаться И обязательно нужно ложиться И когда это опасно Вы же прекрасно понимаете Что высокая температура Не является диагнозом Когда доктор говорит У вас высокая температура Я подозреваю У вас менингит Или у вас высокая температура Я боюсь Перитонит Аппендицит Мы должны ехать в больницу Но когда доктор говорит У вас высокая температура У вас вирусная инфекция ОРЗ Допустим Высокая температура Если приезжает Скорая помощь Пытается оказать помощь В домашних условиях Например Делает внутримышечную инъекцию И после этого Через час Температура не падает Не снижается Не лучше Что надо делать Ехать в больницу А почему Вы знаете Нет Потому что Как правило Температура не падает Из-за того Что мама Не в состоянии Ребенка напоить А если вы не можете Ребенка напоить Что надо делать Ставить капельницу Правда Вводить жидкость внутривенно Только В чем тут возникает вопрос Что есть разные варианты действий В большинстве стран Вас просто приводят в больницу Два-три часа капают Ребенка температура упала И вы уезжаете домой Тут же То есть больница Только тогда Когда нужны Конкретные Реальные Интенсивные действия Все Сбили температуру Восполнили потери жидкости Езжайте домой Спасибо Итак Друзья мои Я просто хочу Чтобы вы Каждый раз Когда вас Просят Пожаловать В стационар Сами себе Задавали вопрос А нельзя ли Без этого Обойтись Да И я хочу Чтобы вы Нашли в жизни Того врача Который Направит вас В больницу Не потому Что хочет Снять с себя Ответность А потому Что вам Обязательно Туда Надо Вы сделали Правильный Молодцы Молодцы Итак Друзья Теперь Наша Рубрика Аптека И сегодня Я хотел бы поговорить С вами О Средствах Для Пероральной Регидратации Кто не знает Что это такое Поднимите руку Замечательно Есть такие люди У нас Давайте тогда Поскольку оказалось Что даже Среди наших Зрители Есть те Кто не понимает Что это такое То понятно Что перед телевизором Тоже наверняка Куча людей Которые в этом Не разбираются Итак Давайте сначала Разберемся Со значением слов Средство для Пероральной Что такое Пероральной Пероральной Через рот Через рот Регидратация Регидратация Восполнение Потерь Жидкости Понятно То есть это Средство Посредством Которых Мы можем Напоить Человека И Восполнить Его потери В жидкости Когда у детей Возникают Потери Жидкости А потери Жидкости Возникают Практически При любой Острой болезни При перегреве При потливости Просто если Жарко Просто если Солнечный день Просто если Набегались То есть количество Потерь Жидкости У ребенка Огромное Чаще всего Потери Жидкости У детей Возникают Когда Поносы рвота Молодцы И что еще Повышение температуры То есть поскольку Поносы рвота И повышение температуры Ну точно Не минуют Никого из вас То вы должны Четко понимать Что активное Питье Питье Ничего Попало А питье Правильных Растворов Является Главным Средством Лечения Еще раз Фиксирую Я тут Не перегибаю Палку Ни лекарства Жаропонижающие Ни антибиотики Ни противовирусные Средства Ни всякие Укрепители Иммунитета При любой Острой болезни Первое Что должна Делать Мама Это Ребенка Поить Не накормить Как считают Наши мамы А именно Напоить Если вы Вообще Не понимаете Что такое Средство Для пероральной Регидратации То для таких Как вы Всемирная Организация Здравоохранения Утверждает Что вы можете Раствор Идеальный Простой Для пероральной Регидратации Приготовить В домашних Условиях Все что Для этого Надо Взять Один литр Воды Ну желательно Кипяченой И добавить В него Имеющиеся В доме Всегда Как правило Если нет Можно занять У соседей Соль и сахар Соли надо Три грамма Три Грамма И сахара Надо Восемнадцать Грамм Простые Три цифры Один Три Восемнадцать Один Литр воды Три Грамма Соли Восемнадцать Грамм Сахара Запомним Молодцы Но тем не менее Мы все прекрасно Понимаем Что лучше Все таки Не экономить И отправляться В аптеку И купить уже Готовое средство Оно будет Несколько сложнее Оно может быть Чуть соленоватое Оно может быть Сладкое Они бывают Специально для детей Они бывают разные И поэкспериментировать Желательно Потому что Это можно дать Ребенку абсолютно здоровому Просто попробовать И получить его ответ На вопрос А тебе нравится Ей не нравится А будешь ты это пить Или нет Но я еще раз Фиксирую внимание Куда бы вы не отправлялись В путешествие На дачу У вас в доме Всегда должно быть Средство Для пероральной Регидратации Это закон Для здравомыслящих Родителей Это лекарство Номер один В домашней аптечке Понятно? Понятно Внимательно читаем Инструкцию Всегда на пакетике Будет написано В какой воде Развести То есть вода Может быть горячая Вода может быть Комнатной температуры Как правило Рекомендуется разводить В воде Какой? Кипяченой Всегда довольно Строгая пропорция Этот порошок Бывает на литр Этот на 200 миллилитров Это на 250 Это надо четко Запомнить Чтобы руки Не дрожали Тогда Когда это понадобится И мой главный совет Когда поете детей Желательно Чтобы температура Раствора Была равна Температуре тела Давайте громко повторим Температура раствора Должна быть равна Температуре тела Я конечно хотел бы Чтобы мы не играли с вами Вот в этот концерт Чтобы этому Учили детей в школе Это более органично Когда первоклассники Будут говорить Когда я заболею И мама принесет мне Что? Средство Для пероральной Регидратации То температура Раствора Давайте детскими голосами Будет равна Температуре тела Поймите Если бы они хоть раз В первом классе Это сказали Они бы запомнили Это на всю жизнь И когда бы потом Мама прибежала Со стаканом молока Куда наколотили Борсучего жира Это надо срочно Выпить именно сегодня Именно сейчас То ты бы сказала Мама убери Это молоко Я хочу Средство Для пероральной Регидратации Молодцы Вопросы? Я со своими детьми Сталкивалась с такой ситуацией Неоднократно Когда нуждалась В применении С детьми Вот этих средств Для пероральной Регидратации Они просто Отказывались пить Воду с чем-либо Максимум Можно согласиться На 50 грамм воды Или компота Вот что делать В таких случаях Когда ребенок Не хочет пить Вы понимаете? Смотрите Вот когда ребенок Ничего не хочет пить На самом деле Это очень важная тема Бывает Ничего не хочу Не хочу это Хочу вот это Вот если Он не хочет пить Ничего И вы вынуждены Устраивать концерты Заставлять То конечно Если уж заставлять Если уж шантажировать Если уж говорить Пока не выпьешь Не получишь То тогда надо Однозначно Использовать Именно средства Для пероральной Регидратации Если же он говорит Мама Я это не хочу Это соленое Или это невкусное Мне Или он пахнет Не так Это средство Но я готов Пить компот Или я готов Пить минеральную воду Ничего страшного Пусть пьет Другой вопрос в том Что средство Для пероральной Регидратации Это идеальный Просто идеальный Вариант Восполнение Патологических потерь Каждая женщина Которой Ребенку Там Месяц Или год Она всегда задает себе вопрос А если он не хочет Да Но мы же прекрасно понимаем Что сейчас Перед телевизором Находится куча народу Которые просто понимают Значение слова Надо Да Есть куча детей Старше 7 лет В конце концов Есть куча пап Которым утром Очень плохо И их надо Напоить И для этого Тоже идеально Средство Для пероральной Регидратации Пусть лучше пьет это Да Это дороже часто Если покупать в аптеке Это дороже чем пиво Но если готовить По вот этому рецепту Пришла утром И сказала Это тебе родной рецепт От доктора Комаровского Будет пить Никуда не денется Можете сверху укропчика Представить Вообще будет пить Замечательно Еще вопросы Доктор Есть такой вопрос Если использовать Домашнее средство Пероральной Регидратации То раствор получается В количестве литр Плюс там 22 грамма За какой промежуток Времени ребенок Должен выпить этот литр И действительно ли Необходим Весь литр Этой жидкости Ну нет Конечно вы можете Очень сильно сэкономить И взять пол литра воды Полтора грамма соли И всего 9 грамм сахара Это огромная экономия Это правильно Но Мы сейчас поднимаем Совершенно другую тему А сколько вообще Надо поить Да Количество Необходимого Средства Для пероральной Регидратации Зависит от кучи факторов От Интенсивности Патологических потерь Чем выше температура Чем чаще рвота Чем интенсивнее Понос Чем жарче В комнате Тем больше Надо поить Поэтому как определить Маме Что я пою Достаточно Для этого вам надо Чтобы у ребенка Раз в 3 часа Было что? Моча и спускание Раз и чтобы Моча была какой? Светлой Моча светлая И это раз в 3 часа Вы умнички Но если у него 3 часа Нет мочи Но вы решили Что уже пора спать Вы не мама Понятно? Ночью вы будете В больнице Понимаете? Поэтому вы должны знать Чего надо в жизни бояться Заглядывать в горшок Больного ребенка Не отправлять Одного на унитаз А следить Что происходит И он обязательно Должен информировать вас Когда он последний раз Писал И вы должны отмечать Это время Чтобы за этим следить Все Количество Сколько надо Жидкости Рассчитывают Как правило Доктора С учетом возраста Веса Высокой температуры Влажности в помещении Когда проводят Так называемую Инфузионную терапию Вот когда Капельницу ставят То это у нас Люди считают Что капельница Ставится Одна бутылка Две бутылки Три бутылки Нет На самом деле Нормальные врачи В отделениях Интенсивной терапии Реанимации Строго проводят Расчет Количества Затрачиваемой жидкости Сколько надо вести У мамы есть Один удобный критерий Который всем понятен Выводы сделали правильно Замечательно Еще впереди Много лекарств Поэтому в нашу аптеку Мы обязательно Вернемся через неделю А пока продолжаем Ну что, друзья Пришло время Нашей замечательной Рубрики Планета мам С нами Светлана Из Вьетнама Светлана Светлана Здравствуйте 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 Ну расскажите Что вас там Вот особо удивляет Во Вьетнаме Для меня вот Честно скажу Когда я представляю Вьетнам Я представляю себе Улицу Где сплошные Велосипеды Скутеры Вы абсолютно правы Наши улицы Переполнены Мотобайками И собственно Мы сами тоже Передвигаемся С детьми На мотобайках Светлана Но я должен заметить Что вот На вот тех кадрах Которые я сейчас вижу Какое-то Запредельное Количество Людей В шлемах Обычно Я такого не вижу А есть какой-то закон В стране Можно вообще Сесть на мотобайк Без шлема По правилам Конечно Мы должны все ездить Именно в шлемах И не только в шлемах Но если мы ездим С ребенком То обязательно Должны быть Подручные Средства Которые предусмотрены Для того Чтобы перевозить Ребенка на мотобайке Первое Конечно Что самое важное Это шлем Это детский шлем Вот такой вот Одеваем на ребенка Шлем Есть специальное Защитное Стекло Которое Защищает Одевается на глазки Ребенку Чтобы никакая пыль Ничего не попадала Кроме того Когда мы Куда-нибудь Собираемся ехать Мы устанавливаем На мотобайк Вот такое вот Специальное Детское кресло Так вот Для автомобилей Предусмотрено Обязательно Автокресло Для детей Также здесь Вот такие вот Стульчики Есть Которые Устанавливаются На мотобайк Между рулем И водителем Причем Есть специальные Стульчики Для разных Моделей Для разных Мотоциклов И судя по всему Это производство Точно Вьетнам Судя по материалам Из которых Это сделали Сто процентов Сто процентов Конечно Вот Вот такой вот Стульчик Устанавливается Такой подушечкой Чтобы нам Мягко Ребеночку Ребеночек Сюда Садится На стульчик Затем Мы пристегиваем Вот таким вот Специальным Поясом Безопасности Я вам сейчас Покажу Что здесь Есть фиксаторы Которые мы Закрепляем Вот Мы пристегнули Ребенка Мы закрепили У ребенка Натальи Закрепили Затем Есть По длиней Поясочек Который мы Прикрепляем Уже вместе С ребенком Мы прикрепляем К себе Вот так Чтобы было То есть получается Спинка вот этого кресла Между вами И ребенком Находится Совершенно верно Совершенно верно Мы прикрепляем К себе И получается Что ребенок У нас Находится В кресле Он у нас Зафиксирован И он Прикреплен К водителям Кроме того Так как По Вьетнаме Вся жизнь Проходит на Мотобайках То есть Ребенка Забирают С роддома На мотобайке С ним Ездят По городу Иногда Долго Долго Ездят Ребенок Может Заснуть Чтобы он Как говорится Носиком Не клюнул В торпеду Мотобайка Крепится Вот такая Специальная Подушечка Здесь есть Специальные Вот такие Резиночки Крепеж Мы крепим На руль Мотобайка И получается Защитная Подушка В которую Он может Вот так Клюнуть Носиком Но при этом Все будет Мягенько И безопасно Просто здорово Еще одна деталь Такая вот Которую Мы всегда Одеваем Когда передвигаемся На мотобайках И взрослые Одевают И одеваем Деткам Это такая Защитная Маска Для того Чтобы Не дышать Выхлопными Газами Светлана Спасибо Я уверен Что во вьетнамской Жизни Есть еще Много Много Интересного Поэтому Мы с вами Обязательно Еще раз Встретимся И поговорим О других Вьетнамских Особенностях До свидания Ну и нам С вами Пора прощаться Впереди Будет еще Много Интересного И мы ждем Вас В школе Доктора Комаровского Дорогие друзья Спасибо Что вы с нами Подписывайтесь На наш канал С нами Интересно Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры